Несмотря на летние каникулы, творческие люди продолжают созидать. Художники отправились на пленэр, музыканты во Францию на гастроли, а фотограф Курдиков открыл новую выставку. Здравствуйте! В Карачеве открылся второй международный пленэр. В нем принимают участие художники из России, Белоруссии и Украины. Живописцы планируют осмотреть окрестности Карачева, посетить Николо-Одринский монастырь, Плащанскую пустынь, имение великого князя Михаила Романова, а также родину певицы Анастасии Вяльцевой, село Алтухово в Навлинском районе. Итоги пленэра подведут 12 июля в Карачевском районном доме культуры. 16 июля исполнится 100 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-истребителя, почетного гражданина города Брянска Павла Михайловича Камозина. Этому событию посвящена фото-выставка Аркадия Курдикова. Она открылась в выставочном зале. В его личном архиве десятки снимков Камозина. Хватило бы, говорит Курдиков, на несколько выставок. На дальней стене лучший, по его мнению, портрет знаменитого летчика. Его в 83-м году фотограф сделал дома у Павла Михайловича в рабочем кабинете. Самое главное у него характер, это его взгляд. Резкий, резкий взгляд. Понимаете, разящий такой вот. Вот я понимаю, где-то там в боевой обстановке. Как он говорил, кто первый заметил противника, тот и победил. О победах Камозина говорили все. На его счету 90 воздушных боев, 35 сбитых самолетов. На многих снимках летчик-истребитель в военной экипировке. Но в жизни, говорит друг Иван Андреевич Кашин, форму носил редко. Правда, никогда не расставался с геройскими звездами. И любил вспоминать приключения военных лет. Сначала в глаза смотреть боялись. Стеснялись, вернее. Но, впоследствии, когда ближе познакомились, он оказался простейшим человеком. Советовал, как летать, что летали, где. Четыре десятка черно-белых фотографий. На многих снимках герой в привычной обстановке, в кругу семьи и друзей. Создать психологический портрет прославленного земляка. Такая цель стояла у автора Аркадия Курзикова. Его работы будут выставлены в зале на бульваре Гагарина до конца месяца. Полезно, в первую очередь, нашей молодежи. Задумается, что были такие люди, благодаря которым мы появились на свет. Брянский губернаторский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна отправился на гастроли во Францию. В этом году коллектив выступит на разных площадках Польши и Франции. Под сопровождением симфонического оркестра пройдет заключительный концерт девятого интернационального конкурса пианистов в Лионе. Как и прежде, в этом году центральным событием летних гастролей брянского коллектива станет концерт «Фейерверк» в знаменитом Куршавеле. Остросюжетной комедии «Тетки» театр драмы имени Толстого завершает 91-й театральный сезон. 7 июля в 18.30 на Театральной площади труппы театра попрощаются со зрителями до осени и вспомнят самые яркие театральные события сезона. Несмотря на официальное закрытие, творческая работа не останавливается. Сейчас идут репетиции сразу двух спектаклей. Их публика увидит уже осенью. В новом сезоне, обещают в театре, будут и интересные постановки, и спецпроекты, и приятные сюрпризы. В субботу 8 июля с 9 утра на площади перед Свято-Троицким кафедральным собором начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских. В 11 часов состоится чествование многодетных семей и пар, воспитывающих приемных детей. В музее-заповеднике Овстук в этот день пройдет большой семейный праздник. Будет работать поэтическая гостиная, пройдет мастер-класс по созданию картин в технике «Рваная бумага». Гостей ждут игровые программы и семейная квест-игра. Начало в 11 часов. К этому часу о культуре все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok